Ну что, мы сейчас будем смотреть американцев и что их ждет в 2020 году, Америку, и что у них будет интересно происходить. Начнем с Трампа. Что ожидает Трампа? Что принесет ему 2020 год и будет ли он следующим президентом? Пока идет, что не будет. Не принимает решения сейчас. Какие-то военные действия идут, больше согласия свои дает, так для галочки. За него там решают. Много политиков какие-то за военные действия, внешние идут. Он против, но составит согласие свои. Он против участия в выборах или против военных действий? В военных действиях. А военные действия где? Это ираны? Это арабские. Арабские, ага. А зачем он согласие дает? Это выгодно Америке? Как финансовая выгода. Ага. Оружие продают, да? Ага. Голоса почему-то идут именно в плюс. Голоса населения или голоса этих военных? Военных. Угу. Как будто такое, не знаю, там все ситуации. Угу. Каких-то солдат американских убили, он хоп-ра-ра-ра, бомбил в ответ. Угу. И те солдаты его спасибо нашему президенту. То есть он на этом имя себе что-ли делает? Угу. Угу. Вот опять идет, что раздваивается Америка. Как те, которые во внешнем, и те, которые во внутреннем. Угу. 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 Не, он пока идет, что все равно проигрывает. В выборах. Угу. 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 Ну, фамилии я не знаю, кто он. Ты знаешь? Угу. 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 идет, что миллиарды долларов Америка туда пересылает. Война не чувствуется. Или Ким Чен уйдет с этой грешной земли и они будут социализм разваливать? Большое вот это как разваливать идет. В многом освобождении. Да, в Америке такое как временное идет, спад экономики. Ну то есть доллар не сильно подорвется или сильно? Нормально. Не такой кризис как был там в 2009 или каком? Ну не маленький. То есть где-то тот кризис которого ждут сейчас он смещается на 25 год. А сейчас не чувствуется. Там в Америке все нормально. Запасы есть. И вот сейчас вот эти военные идут какие-то махинации с нефтью. Природные катаклизмы какие-нибудь будут накрывать Америку? Пожары. Пожары и наводнения. Ну вот такое. А пожары? Чтобы прямо вот миллионы там или тысячи жертв нет. А пожары где? В каких регионах? В Калифорнии пожары. Наводнения от ураганов. Как-то ниже смещаются. Угу. То есть это там куда приходится с океана, да? Да. Угу. То есть если как-то Калифорния ближе, просто не совсем знаю к географии, как-то идет вот Америка, левая сторона, верхняя часть. Угу. Как выгорает пустыня должна стать вот которая. Угу. А наводнения чуть ниже к центру, ближе. Вот с таким вот, ну именно ураганы сильные. Угу. Угу. Давай пройдем по персонам, которые сейчас известны в США. Что будет с Безосом? Он станет богаче, беднее? Стабильно, чуть-чуть богаче. Угу. Медленно сейчас растет у него. Угу. А какие-нибудь громкие у него там, там, женитьбы, еще какие-то события? Угу. Угу. То есть он в тени будет находиться? Угу. Ровно как-то идет у него. Угу. А из артистов, из американских, например, из новостей посмотрели? Почему там много всего идет? У кого? Из актеров. Угу. У какого скандала какие-нибудь будут? Как-то, чтоб прям весь мир захватила, такая волна. Какого-то трепета нет. Угу. Угу. Просто как об этом вспомнят, об этом вспомнят актери. Угу. Угу. Как-то вспышками такими, как на неделю, шум и все. Угу. Угу. У кого-то из актеров спит будет. Из знаменитых мужчины. Громко как-то вот это вот будет обсуждаться. Угу. Угу. Смена полов очень много. Ну и так такое. Геи или спьянки. Угу. Угу. Ребенок. У кого это девочку они в мальчика превращают? Тома Круза? Нет. Анжелина Джиле. Анжелина Джиле. Угу. Превратит она ее все-таки в мальчика? Нет. Ну, внешне да, но по половым этим девочкам будет. Ага. А посмотри. Душа готовится играть. Душа готовится играть. То есть это выбор души вот так играть? Да, вот эта громкая тема будет. Угу. Угу. В второй половине года. Угу. Может ей поможет девочка остаться? Какой-то фильм снимут на эту тему. Угу. Такое, как это. Развенчание матери? Нет, там. Сейчас. Проваливаюсь. Как в поддержку этих однополых. Угу. Вот шоу-бизнес на этом сейчас в Америке высоко поднимается на этих скандалах, всяких разборках. Угу. По сути дела на травматизме. Вместо того, чтобы травму закрыть, ее раздувают в скандал и публикуют, и на нее равняются. Я тоже хочу быть травматизмом. Там типа идет даже такое, что вот как на лучшую мужскую роль будут номинировать женщину. Угу. На лучшую женскую роль номинируют мужчину. Угу. Угу. То есть вот прям абсурды пойдут такие. Угу. Жесть. Какие-то же весело. Там игры идут у них. Для моей психики это жесть. А сестры Мачевские стали братьями? У-у-у. В следующем году еще нет. Похоже. Угу. Угу. А реклама на этом идет. Такое, посмотрите, какое я уникальное. Угу. Угу. Вот именно так, какой я. Мужской роль – это уникальная, женский смесь такая. Угу. 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 В США много такого. Угу. Угу. В США много такого. Угу. Много инвалидов будет там? Угу. Ну, с какими-то, да. В физиологии. Угу. 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 Ум. 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 Вот на экранах все нормально идет, но внутри у него там просто фарш по структурам. То есть по структурам психики все очень плохо, да? Играет. Угу, вместо души играющего. А Терминатор, блин я даже их фамилии не помню, Шварценейли. Тоже так же идет, меньше будет спортом заниматься, здоровье чуть слабее становится. Угу. Грета Тонберг, что с ней в следующем году? Какие-то митинги, я тут не знаю кто это. Угу. Это эта, которая, экология там? Да. Которую признали человеком года. Вот, будут митинги какие-то вести. Угу. Как-то политики на ребенка школы с ней поднимут. Угу. Чисто как щитом ее пробивает. Угу. Парень, который создал перерабатывающий плавучий вот этот корабль, который перерабатывает мусор в океане? Который его, вроде, все время грейте ставят. Потому что на него никто не знает. Угу. Так же самое идет ровненько. Угу. Перерабатывающий. Чего яркого они не высвечивают. Угу. То, что у него мозги есть. А они вот ребенком пользуются. Угу. Как пиар-ход. Угу. А Илон Маск? Какие изменения у него будут? Ну, не только 20-й год, но и дальше прогнозы по нему. У него по нему много всего идет. Он на Марс улетит? Нет. В следующем году точно никто не полетит. Китайцы впервые. Кого? Попытки к Марсу приблизиться будут. А в каком году у китайцев будут попытки? 22-й. Угу. Если Илон Маск с нами свяжется, мы можем помочь ему быстрее китайцев разобраться? Ему не до Марса будет. А чем он заменит свой проект? На Марсе на какой? Земля. На Земле. А на Земле он чем займется? Что это? Как то экология идет. Глобальное потепление? Угу. В уровне и киана все-таки поднимется вверх. Угу. 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 Марс это идет растрачивание идет просто. Угу. 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 нет интереса там. А плавучая земля? Больше вот это будет, потом эти спутники, интернет. Подземные тоннели? Да, все к земле больше. То есть все, что можно в принципе и применить в дальнейшем, не просто собак деньги потратил? Да, чтобы ресурсы на земле оставались. Космическое ему выгодно сейчас, для военных что-то там идет, выгод. Тоже это больше для спутников. И на будущее для Луны идет. А Луна все-таки освоиваться будет? Угу. А она чем интересна? Тоже военные цели. Все военные идут. А люди потом. Как эти захватчики, конкистадоры. Первые же военные были. Потом народ. Скажи пожалуйста, почему так интересны военные? Зачем вот все под военных? Что земляне настолько агрессивные? Почему они все через войну прошибают? Мозга нет договориться? Угу. Деньги власть. Угу. Четвертая платформа завершает игру. В каком году? С 34-го. Угу. В чем завершится игра на четвертой платформе? Плавный переход или не плавно? Не совсем плавно. Угу. То есть где-то кусок навернется? Такая маленькая часть людей стоят такие крутят. Остальные все что-то в каких-то разборках, бытовухе всякой. Угу. 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 Вот в этих играх. Угу. Ну я так понимаю, что 40-й год это пятая платформа, да? Игровая? Угу. Что там будет? Что в 40-м году людей ждет? Тех, кто останется? Прям вот такое футуристическое будущее. Видите, нефть вообще не интересна. Угу. Как не существует. Угу. А какие ресурсы используются больше? Какая-то новая энергия еще идет. Угу. В каком году она открыта будет? В 35-м. Угу. Именно вот глобально так развернется. Угу. Ну чтобы было в 35-м глобально развернулось, научные изыскания когда начнутся? Как-то вот сейчас вот идет электромобиль, вот это вот все подталкивает к этому озарению, которое через 10 лет случится. Угу. А кто разрабатывать будет? Гланд Маск? Ответвление от него сейчас идет. Угу. То есть оно глобально изобретение подорвет игры с нефтью и газом получается, да? Угу. По Илону Маску идет вот с гравитацией. Через несколько лет подвижки. Угу. То есть какие-то изобретения на тему гравитации? Да. Угу. А как он к ним выйдет? Через что? Потому что у кого-то из ученых озарение было. Угу. Ему уже доложили. Угу. То есть он уже знает об этом? Как схемы. Да. Пока теория. На практике ничего не сделали еще. Угу. Технически. Угу. Слушай, но если уже есть информация на уровне озарения, это же можно ускорить эти 10 лет? Можно приблизить? Можно. Ключить в башке того, кто это может переварить и положить, например, в схему. Можно. И тот, кто сейчас озарение вот это первоначально получил. Угу. Тоже думает либо военным, либо маску. Угу. Угу. Если военным, все славу он себе забирает. Если маску, маска тоже часть делится с военными. Угу. Угу. Как маска здесь патентовать, а патенты сразу же докладываются. Угу. Угу. Вот где косяк. На патентах. Угу. Угу. То есть патент сливается сразу военным. Угу. 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 Как мобильный телефон или интернет так же было. Угу. 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 То есть там война, да? Просто пожары, пожары. Даже как уже и не осталось этих войн. То есть в данном случае конкретно раздваиваются реальности после 1934 года? Угу. Уже начинается. То есть есть те люди, которые живут в позитиве, есть те люди, которые живут, и у них все плохо. И люди видят разные реальности уже сейчас. Да, вот есть где-то 30% населения, которые в сторону психики внимание обращают. Угу. Вот это наука, творчество, интерес идет. А 70% вот новости, войны, политики. Угу. Деньги. Угу. Угу. Пока вот эти 30% еще вот этот период будут осыпаться, к 70%. Угу. Религия подрывается сильно. Да, а что будет с религией в будущем? Неужели люди по-прежнему будут рассказывать сказку про рождение Иисуса Христа в Сауме? Как у нас рассказывает наша сестра? Я когда смотрю, такой смех берет. Что-то объединяют ритуалы, праздники. Угу. С разными религиями. Угу. Все равно затухает все. Байки начнут придумывать. Какую-то Библию найдут. Угу. Ну, не в этом году, позже. Угу. Типа случайно. Угу. Но это все же не поможет удерживаться. Там будет такое более, как Иисуса Христа человечнее будет представлять. Угу. Как предложат Библию переписать, пересмотреть. Угу. Угу. А с мусульманством, с иудаизмом, с… С соединяем от учения. А? Соединяем от учения. Соединяем, да? Угу. То есть попытка сделать какую-то единую религию? Угу. А это в каком году будет, примерно? Угу. С 27-го пойдет. Угу. Угу. А кто руководить будет? Ведь это же очень крупные бизнесы. Ватикан. Угу. То есть это под эгидой Ватикана все проходят. Угу. И православие согласно будет? Угу. Угу. В сегодняшней точке даже трудно предположить только. Угу. Угу. Повлияет вот это равенство полов. Раз. Подорвет устои семейной ценности. Пойдет, да. Потом… Как это на камеру сказать? Афроамериканцы. Угу. Почему в Библии про них не сказано? Впишут. Их тоже впишут, да? Угу. 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 А и других каких-то религий про духов, каких-то богов, многобожьих, вот это все убирают. То есть на рынке религий тоже будет наводиться порядок? Угу. По археологии пойдут много открытий будет в этом году и в следующем. Это 23-го года какие-то громкие будут. Угу. А назови еще по миру, какие громкие катаклизмы будут на протяжении ближайших 15-20 лет, вот совсем громкие? Сразу же Япония высвечивается прямо вот. Угу. Когда Япония? 23-25-й. Ага. Там много огня, там идет и воды. Ага. Угу. 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 То есть от Японии почти ничего не останется или что-то останется? Угу. 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 Уху. 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 Слушай, посмотри, ЮАР что-нибудь затронет или нет? Угу. В каком году? В 21-м. Что там будет? Как навольнение. Угу. Это не это затронет его или это? У-у-у. А какая тема его затронет? Что он переключится на поиск другой фильтра 1 или 2? С азиатскими странами оттуда войдет сигнал. Угу. А посмотри, там в азиатском линии тоже должно посмывать большое количество. Угу. Когда это будет и как это будет. Что-то там, где кералу подмоют немножко. Немножко. Шри-Ланха. Клава 23-25 идет. Угу. 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 Это тоже с литосферами? Угу. 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 Как Австралия чуть-чуть поменяет. Положения. У-у-у. Здесь и на карте, там на глобусе так. Сейчас она расположена чуть-чуть так станет. Угу. 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 Затопит воду? Не критично. Потопит, но без жертв глобальных. Это временное затопление или это уже на постоянном? На постоянном. То есть та часть, что уйдет под воду, то и останется там водой? Угу. И границы Европы куда сместятся? Ужиматься будут. Будут попытки давить к России. Не подавят. Угу. Это тоже 23-25 год где-то, да? Угу. Иммигрантов начнут вообще щемить сами. Честно как становится. Угу. А белорусы что при этом будут? А вот белорусы между Россией и Европой получается? Так же остается граница. Угу. А иммигранты сюда хлынут или нет? У-у-у. Халявщиков не будет. Угу. Поэтому не чувствую, чтобы визы ограничивали как-то. Как туристические, да. Угу. Когда визы вообще отменят в России? Не скоро. Десять лет точно еще будет. Угу. Хорошо. А с Африкой что происходить будет? Много денег туда будут вкладывать. Угу. Какие-то организации. Угу. То есть Европа обратит внимание на свои колонии? Угу. 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 Как иммигрантов обратно туда будут расселять. Угу. Так больше центр Африки высвечивается. У-у-у. У-у. У-у. У-у-у. Тоже после 23-го года. У-у-у. У-у. 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 У-у-у. Америка, изменения будут какие-то глобальные, претерпевательные? Нет. Ни катаклизмов, ничего. Ну, так же свои внутренние какие-то дела идут там. Но только что громко они не чувствуются. А землетрясение будет, где-то где Чили или Аргентина, не знаю, вот ближайшая часть Южной Америки. Глобальная погибнут какая-то? Немного. Хорошо, давай вернемся к Америке. 20-й год. Будут ли там авиакатастрофы какие-нибудь? Вообще, как-то за 20-й год одна такая сильная авиакатастрофа, вторая как-то не очень. Угу. Это где? Вот Евразия. Континент, материк. Угу. В Лежкайзии идет. Угу. Один где-то на севере. То есть это оба территория России где-то... Нет, которая посильнее к северу. Сейчас не могу прочустоть вас. В Канаде, что ли. Два, в общем, будет таких. А аварийные посадки какие-то будут такого, чтобы громкого они чувствуются. Угу. Как-то было как в Казахстане. Почему-то у нас в новостях сказали и все, и закрыли. Угу. Не зрелищно. Почему-то вот так вот идет для людей. То есть азиатские, которые разобьются, смотрят, тот будет зрелищно, а тот, который северный... Нет, наоборот, наоборот. А, северный зрелищно. А тот, ну... Азиатский, ну, бьются и бьются, да? Угу. Какие еще вопросы можно задать? Что может быть интереснее американцев? На какой бы вопрос они хотели получить ответ? Вот задай этот вопрос. Какой вопрос хотят получить ответ американцы? Трудные вопросы идут. Ну, захочешь, что за турне? Ну, нам же американские вопросы в голову в ряде приходили бы. Ну, а кто ты задаешь? У них внутренний политический вопрос, а с репортивом внешним. Кредиты какие-то идут, темы будут. Что-то с кредитованием поменяется. С новым правительством. Угу. Больше на 21-й год ложится это. Угу. Как-то американский долг валютный огромный идет. Угу. Народ это цепляет. Угу. Много вот денег показывает просто как пена, пузыри. То есть пустых, да? Угу. Вот это сейчас люди начнут замечать. Компания вроде стабильно, много денег говорят, а по факту у них кредит. Угу. Угу. И где их нет, где-нибудь в воздух. Это все внутри, в компаниях как-то такое идет. Угу. 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 У -... Угу. 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 и лучше даже не не участвовать не пытаться там уже выбрали какого-то ребенка тоже пропадут следующем году они но эта компания затихнет потому что живопа если журналисты в следующем году после этих испытаний отправиться где ваш там воды наговорят и все ребенка не покажут буду говорить есть результата вот если найти этого ребенка там вот если оставить вот и если просто возьмут этому эти уколы или что там делают уколы идет ничего не изменится у него а вот если родители будут включаться физические упражнения вот это вот больше пользы пойдет из физического вот этого нагрузок помощи от родителей чем от этих лекарств типа как плацебо все равно результата нет через год ребенок как был больным так и отстанется что бы ты хотел сейчас глобально вот из того что ты сейчас видишь чувствуешь и являешься всем целом чтобы ты хотел сказать с американцем развернуться от коллектива перейти в субъективное потому что там вообще идет все полностью субъективно там нет индивидуального нет кто-то говорит про индивидуальное творчество все равно она для коллективного идет европа более творческая такая индивидуальная идет субъективно нет не рассматривается вообще-то все пока а